Настоящей информационной бомбой стал вчерашний звонок российских пранкеров Вавана и Лексуса, председателю комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигемантусу Повеленису. Разговор вышел очень показательным. Литовский парламентарий откровенно говорит о заокеанских силах, без стеснений называет фамилии людей, например, сенаторов Боба Менендеса и Ричарда Дурбина, заинтересованных в экспорте американской демократии. И, кроме того, заявляет о претензиях Вильнюса едва ли не на мировое господство. Он как крестный отец Обамы. Он Обаму нашел. Надо как бы двигаться стратегически. Ну вот этот год, белорусский год, вы должны понять, если пройдет, будет, народ победит просто в Беларуси, это будет большое вдохновение для вас, так как почти победил в Украине и в Грузии там со всеми кавыками. Так что мы, как литовцы, все равно сосредоточимся на Беларусь, на Украину, на Молдову, там Сандус свою войну имеет, на Грузию. Есть надежда, что с Байденом, может быть, мы это сделаем. Реакция коллег Павелениса на его признание не заставила себя ждать. На пранк отреагировал председатель партии Союза крестьян и зеленых Литвы Роберт Шарницкас. Он заявил, что Павеленис – первый председатель парламентского комитета по иностранным делам, который всего за полгода стал предметом насмешек. Шарницкас призвал правящих сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда. Литва стала сейчас парпостом таких натовских операций, спецслужб натовских и других таких кругов, которые готовят вот этих нетечников, направленных так и на Беларусь. Он открыто выразил за то, что он может свести с разными людьми такими, кругами, группами. У него есть связи близкие с этими людьми, которые финансируют такие вот Майданы. И Белоруссии они продвигали очень сильно. Хорошо, что это не удалось. Экспертное сообщество продолжает активно обсуждать сенсационные признания и за пределами Литвы. По мнению российского политолога Сергея Михеева, действия Литвы – не что иное, как замашки политического карлика на мировое господство. Литва вместе с Польшей и Украиной претендует на то, чтобы играть роль главной площадки в дестабилизации ситуации в Белоруссии. И, как я понимаю, литовские политики считают, что это их шанс. Что вот если у них получится с Белоруссией, тогда, возможно, им поручат какую-то более ответственную работу по России. Хотя я думаю, что и здесь они неадекватно оценивают свои возможности. Но, тем не менее, все, что там наговорил этот политик, это полезно с точки зрения, ну, знаете, раскрыть глаза на ситуацию. Потому что и в Белоруссии, и в России очень много таких людей, прекрасно душно настроенных, которые считают, вы знаете, это мы все придумываем. На самом деле, вот там, по ту сторону границы, значит, очень добрые, хорошие люди. Они нам зла не желают и все такое прочее. В реальности этот человек раскрыл простую, как бы, истину. Литва и литовские политики, спецслужбы, элита активно работают на подрыв ситуации в Белоруссии. И Россия, причем по принципу, чем хуже, тем лучше. У Литвы, которая, если честно, находится в довольно сложном экономическом положении, из которой там 30% населения выехало на ПМЖ за пределы страны просто потому, что работы никакой нету, у Литвы нет никакой возможности поставить на колени не то, чтобы там Россию, но, я думаю, даже и Белоруссию.